Обмен опытом – важные условия профессионального роста педагога. Для того, чтобы работа воспитателей и учителей приносила свои плоды, мало одних академических знаний и диплома о высшем образовании. Авторские программы, новые технологии воспитания и обучения рождаются в практике. Благодаря стажировкам педагогов-участников проекта «Школа Росатома» накопленный опыт не остается в пределах одной школы или детского сада, а становится доступным для других городов в присутствии госкорпорации. Это дает такую колоссальную возможность профессионально прирасти самому, пополнить багаж своих педагогических компетенций, ну и открыть, узнать что-то новое, что-то неизведанное ранее для себя. Воспитатель 30-го детского сада Ольга Гуркина разработала собственную программу стажировки, которая рассказывает о развитии познавательных и коммуникативных способностей дошкольников с помощью игр, путешествий и интеллект-карт. Жюри признала разработку Саровчанки одной из лучших на конкурсе. Наша задача, вот как я считаю, что научить, обучить их в игре, именно играя, чтобы ребенок сам того не осознавая, не понимая учился, чтобы не было вот этой вот школьно-урочной вот этой формы, а все-таки больше игра, потому что детский сад и дети, прежде чем пойти в школу, они должны наиграться. Программа стажировки, созданная учителем 10-й школы Ольгой Королевой, также была удостоена диплома победителя финала конкурсов проекта «Школа Росатома». Разработка преподавателя истории и общественного знания объясняет, чем отличаются принципы индивидуализации и индивидуального подхода к обучению. Индивидуализация – это когда идет процесс от ребенка, да, то есть мы прислушиваемся к нему и мягко, если это необходимо, можем направлять. Но здесь ребенок должен чувствовать, что он хозяин данной ситуации. Чтобы попасть в финал конкурса, участники проходили заочные и дистанционные этапы, а уже совсем скоро победители поделятся своим опытом с коллегами в процессе живого взаимодействия с детьми. Они сами проведут стажировку для педагогов из городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Я предлагаю педагогам поучаствовать как раз в создании образовательной среды, которая бы смогла мотивировать детей на самостоятельность, на действие и на определение их субъектности по отношению к образованию. То есть у детей обязательно должен быть выбор, который бы нацеливал их на достижение результата. Победа в конкурсе поощряется денежной премией и правом участия в стажировке в лучших детских садах и школах России. Дарит Запорыгин Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...